Всем привет дорогие друзья, с вами Леон и мы продолжаем играть в Ферингейт и закончили мы на том, что Карла и Тайлер попытались поймать Лукаса, но ничего у них нафиг не вышло, так как он у нас стал теперь суперменом, каким-то человеком-пауком и с легкостью от них удрал и с крыса в неизвестном направлении. Тем временем у нас произошло очередное убийство в прачечной. Тайлер и Карла прибыли туда, расследовали и в общем стали снова в тупик и не знают с чего продолжать. Лукас до сих пор в поисках, в розыске. Дай поспать. Церковь Никого Лукас Локализация просто, просто привет маме Ха Агата Агата это ты? Я думал ты была... Мертва Да, в некотором роде Но я пообещала рассказать тебе всё, что знаю А я всегда держу своё слово Слушай внимательно, Лукас У нас очень мало времени Ты не безумец и не убийца Ты просто оказался не в то время, не в том месте Так Почему у меня эти видения? Они реальны, да? Да, в некотором роде Они пытаются убить тебя при помощи видений Ты слишком много увидел, поэтому стал для них помехой Что-то в ней изменилось Так кто же заставил меня совершить убийство? Кто сел за мой столик в забегаловке? Никто не знает его настоящего имени Его называют Аракул Он служит сильнейшим из сильнейших Они остаются в тени, но управляют этим миром с самого начала времён Они идут Берегись, Лукас Они хотят отнять твою жизнь Квичнитлан Древняя цивилизация Майя Там ты найдёшь Ответы на часть своих вопросов Агата? 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 Отлично, исчезла Супер По-моему это было очередное видение Реало по холлу не закончилось Ну ништяк Зашибись Теперь по нашу душу Спустились ангелы с небес Ангелы против демонов Кот да винчи вам в отсылку Ладно, будем тогда с ними справляться Так Пошли вон Машкара Да что ж ты Пытаются убить при помощи видений Фит Тай Блин Так К двери К двери Твою мать Давай жми к двери Ой 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 как быстро Надо Хватать там что Шоп тебя Мог бы не вставать этом весьма безопасно было Знаете, наблюдается небольшая корявость в этой сцене, по-моему, где-то с этого момента разработчики начинают уже балду пинать, скажем так. И с этим связана одна небольшая история, связанная с Дэвидом Кейджем, главным разработчиком этой игры. Эту историю расскажу чуть позже. То есть, под конец даже и сами разработчики давали отчет в том, что они начали уставать делать игру. Но опять же, это потом. Так, все, ладно. Отпустила. Не до конца, похоже. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Чтоб тебя, чтоб ваш уж. Просто быстро так клавиши. Руки передвигать, переставляет, давай. лукас очнись да снова штыш сколько можно то что ты тут делаешь что случилось меня нашла полиция мне удалось скрыться я всю ночь шел пешком идти мне больше некуда так что я пришел сюда о боже лукас сейчас тебе и правда нужно идти в полицию другого выхода нет я не сдамся пока не пойму что со мной случилось так сдаться агата видение я снова виделся с агатой прямо здесь совсем недавно она умерла но ей нужно было кое-что сказать она хочет помочь агата умерла ты хочешь сказать что нет маркус я не убивал агату когда я пришел она уже была мертва и ты говоришь что разговаривал с мертвым человеком это все бессмыслится кто-то пытался убить меня через мои видения они могут напасть где угодно думаю они хотят помешать агате всем не рассказать это уже слишком что если это все происходит у тебя в голове может быть ты просто утрачиваешь связь с реальным миром маркус я не сумасшедший может раньше я так и думал но теперь я знаю что это происходит что ты собираешься делать тебе нельзя здесь оставаться полиция точно придет меня допросить возможно будут за мной следить мне нужно найти укрытие я беглый преступник мое описание скоро будет на каждом столбе по крайней мере теперь я знаю что всему этому есть объяснение нужно найти тех кто за этим стоит береги себя лукас тебя убьют при первой же возможности нет ничего хуже того что я вижу в своих видениях так маркус лукас мы выбираем за того кто будет думать я покрываю убийцу но я же не могу предать своего брата боже милостивый помоги мне скажи что мне делать вернее мы выбирали тот кто будет заканчивать эту сцену именно монологом у себя в голове грубо говоря я выбрал маркуса так как я не помнил что он о чем он думал о чем думал лукас он думал как бы вернуться к тиффани его бывшей на и пожалуй эту сцену как он будет возвращаться я оставлю пока а тут приюты belle view что это я не помню а все вспомнил она как медвежонок вы хотите поговорить с янусом так он во втором коридоре направо когда закончите опять свет отключили это уже шестой раз сзади впрочем в такие холода это неудивительно хорошо что у госпиталя есть свой резервный генератор помните камера я носа во втором коридоре справа один из моих коллег ждет вас там чтобы открыть дверь я за вами присмотрю с вами ничего не случится спасибо парни когда так говорят обычно что-то происходит и что-то случается барни на самом деле я не знала что я тут собираюсь найти убийцы и был кейн в этом не было сомнения и все же мне просто необходимо было узнать подробности дела об убийстве кирстена на как можно помнить убийство кирстена произошло именно по такой же схеме что и произошло в забегаловке закусочной и в прачечной то есть они связаны однако кирстен то мертв но убийца он остался жив оракул который все-таки управлял как-никак всеми вот этими вот убийствами стал как по умнее и начал убивать скажем так убийца ну в общем воткнув в глаз нож ладно не суть важно мы сейчас находимся в психологической вот это вот клинике где сам янус тот кто убил кирстена то есть выживший убийца здравствуйте я подожду вас здесь хорошо спасибо а вы случаем не брат с барни медвежонком этим там одно лицо тупое лицо как вы красавец прямо симпатяшкой лапа и няшка блин а жуткая что это стены камеры покрывают сотни нарисованных спиралей почему он так одержим этим символом символ спирали спираль ладно давай выясним что же ты знаешь из вас здравствуйте я следователь карла валентия из полиции нью-йорка я бы хотела задать вам несколько вопросов если вы не против разумеется я вижу вы любите рисовать довольно мило но что это такое зачем вы взяли на себя труд меня довести следователь валенти я знаете ли сошел с ума все что я скажу не имеет смысла разве не так возможно вы здоровы возможно никто просто не хотел вас выслушать мужчина и женщина в прачечне она полноватая латиноамериканка а он у него в глаз воткнут нож откуда вы знаете я был там я вижу его глазами я присутствовал при всех убийствах я был кто убийца никто не знает его никто не видит он не оставляет следа в людской памяти но я знаю я-то знаю что он есть он среди нас незримый он повсюду а вы энтон почему вы тогда убили я никого не убивал я был просто инструментом я слышал его голос у себя в голове я всегда вижу кровь всегда всегда остановите это но почему происходят эти убийства почему эти люди умирают о мир совсем не такой как ты думаешь оранжевый клан тайна всеми управляет они следят за нами они слушают наши разговоры постоянно они записывают то что ты говоришь они знают что ты делаешь каждую секунду они повсюду как это связано с убийствами они хотят безграничной власти они хотят ответа на вопрос жизни они хотят жить вечно мне нужно идти спасибо вам за помощь уже слишком поздно мы все умрем от холода это будет конец человечества конец человечества я тоже спятил после всего увиденного значит после того как это таракул сделал из него скажем инструмент и после того как хотите знать что означает мои рисунки ответы на все вопросы начало конца альфа и омега все закончится здесь за само обаяние очарование ну ладно все закончили с тобой все идет по плану я отведу тебя как все идет по плану похоже сейчас это серьезно похоже наш запасной электрогенератор не включился ничего пройдет иногда мы ждем пару минут подождем пока здесь да что это зашел о чёрт двери камеры все камеры открылись наверное перебои с электричеством повредили автоматическую систему закрывания дверей что вы хотите сказать что пациенты могут выйти из камер и ничего не двигайтесь не шумите мы же не хотим чтобы они нас тут нашли просто стойте спокойно мы подождем пока дадут свет успокойтесь подойдите ко мне санитар они его поймали нужно уходить отсюда иначе они меня найдут если не успокоишь то упаду в обморок и тогда они меня точно найдут о боже быстрее нужно отсюда выбираться санитар тоже получил блин как темно нифига не видно короче это знаете это просто даже отдельный сюжет для фильма все сотрудники пытаются выжить и попав в подобную ситуацию но совпадение нет он приближается он уже так близко замри Карла не двигайся не дыши да ладно давай подышим что-то он уходит можно идти дальше красавчик такой прошел просто шикарная стильная стрижка и все дела теперь походу и до Карла Дэвер собираются добраться в перебои с электричеством он прямо там здорово еще можно идти дальше блин а у нас еще и клаустрофобия ну прямо ну весь букет прямо как нужно классика вообще просто жанра вот вот суп о симпатяга вот чёрт жми барни медвежонок твой мать барни барни открой слава богу вы выбрались не знаю что случилось автоматическая система открыла двери всех камер да я убью тебя кроме с вами точно все в порядке отлично барни отлично обожаю играть в прятки в темноте с кучкой убийц психопатов хихихихихих хихихихихих даже говно случается да мне было некуда идти я был истощен и думал что скоро умру если не от холода то от голода я надеялся что смогу отдохнуть пару часов у Тиффани набраться сил и поразмыслить над тем что делать дальше я был в ее новой квартире только один раз где она находится я помнил очень смутно но по крайней мере в улице был уверен мы возвращаемся к Тиффани не знаю почему но именно вот эта сцена вообще за все прохождение игры почему-то меня так сильно тронуло что блин она мне просто из головы не выходит и каждый раз когда я перепрохожу игру я почему-то хочу видеть и на эту сцену прям вот жду ее когда она появляется еще один бродяга у меня такое чувство что они повсюду и что они за мной следят скоро стану параллитом возможно так и есть опачки полиция они следят за квартирой Тиффани ну конечно они подумали что я приду к ней чтобы спрятаться можно найти другой способ попасть внутрь да лукас действительно в отчаянии несмотря на то что устроена засада на квартиру Тиффани он все равно продолжает туда лезть ладно нажмем тупой ну а в Нью-Йорке холодно и видать холодно так как у нас в Сибири в основном бывает холодно то есть градусов так 35 может 40 даже и в принципе отчасти я его понимаю опять опять этот ворон знаете а это по моему не просто ворон вернее это понятно что это не просто ворон наш настроение даже упало офигеть полиция должен быть какой-то способ их обойти так смотрят смотрят здрасте ребята все на одно лицо тот что слева вообще блин так посмотрели куда ну и че он там ну че он идет идет нет не идет ну ладно так вот тот что слева вообще у нас тогда приходил в квартиру у нас досматривал на самом деле нет просто разработчики не хотели делать еще модельки персонажей зачем париться что массовка интерактивное кино одним словом лезем на карниз по трубе супер так давай идем да засада так засада здрасте не смотреть вниз идем скинуть бы им что-нибудь на голову себя допустим блин так и поскользнуться можно давай дружище давай в тебя и не холодно ли же им держимся что за тайм-код вообще кстати горе идет какую-то сверху я не знаю что будет по окончанию него мы сорвемся упадем или фиг фиг пойми что там будет так ладно мы их немножко обошли на нас внимание не обратили это хорошо продолжаем продвигаться к квартире тиффани отчаянное конечно положение у лукаса ничего не скажешь так оп ладно двигаем просто через заборы заборы галимые заборы и все приходится делать руками и мышкой это окно квартиры тиффани если бы я только мог его открыть да я знаю ты сможешь это сделать давай лукас давай открывай думаю я его приподнял так 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 но в любом случае если мы провалим это дело если он не сможет сфер попытки открыть окно радио им поднялась он возьмет рядом кирпич и сделать небольшое отверстие в окне и небольшой кирпичом еще чуть-чуть давай давай я хочу сделать это все чисто ну что потому что расскажу потом почему отлично так в квартиру я был не особенно рад что залез в квартиру тиффани как вордом ушник но выбора у меня не было я уже почти сутки ничего не ел да и усталость начинала давать о себе знать да тут ремонт и и и и что у нас здесь так тайлер посмотрел под кроватью ладно возьму на заметку так мы хотим есть очень сильно хотим есть так но и у нас здесь еще можно даже автответчик послушать одно новое сообщение сегодня в 10.41 здравствуйте мисс харпер я следователь полицейского управления нью-йорка карла валентия я бы хотела задать вам несколько вопросов я перезвоню вам позже звучит угрожающе так ах есть тут нечего да это точно я вижу бонусную карточку запить заточи просто так есть тут нечего здесь тоже нечего так холодильник блин конечно же холодильник вода детка спасибо дорогая тиффани как же я тебя обожаю как можно помнить мы стиффани последней встречи просто устроили небольшой размяли в общем телеса но вот мы поняли да и на самом деле это немножко повлияет нас эту сцену небольшой спойлерок скажем так это давай-ка допей ох я же прям я же прям вижу как он это все с упоением наглотал так что тут еще есть так а как бы половину банки за захавал мне кажется это знаете похоже на банку с шоколадным маслом что-то такое вот знакомы не помню название как там нутелла или как-то так ладно туалетка мало полигональная туалетка так что у нас тут ванна в ванне что-то жизнь зашибись мы нашли жизнь так ладно дальше похоже вроде более-менее пришли в себя стало теплее а для экспертной оценки предмета нашей дискуссии мы пригласили одного из самых известных специалистов по цивилизации майя профессора Дмитрия Курякина из мезоамериканского университета Нью-Йорка спасибо что вы пришли профессор вы написали удивительную книгу про обряды племени майя и я хотел спросить специалист по цивилизации майя он наверняка знает что такое кричитлан нужно встретиться с этим Курякиным так Курякиный знает что такое причиндал но в общем именно об этом говорила Агата так упа упа вернулась родная ты меня напугал что ты тут делаешь меня ищет полиция мне нужно спрятаться на пару часов Лукас что с тобой творится газеты пишут что ты убил несколько человек это правда все это очень запутанно все что я могу сказать я не убийца они обнялись я люблю тебя Лукас и не хочу потереть это полиция что же делать слушай они просто хотят задать тебе несколько вопросов сохраняй спокойствие Тиффани и ответь на все их вопросы я спрячусь все будет хорошо вот увидишь так вот это не сложно мисс Карпер вы дома так Тайлер пришел секунду уже иду а вот Лукас я больше не могу заставлять их ждать нужно открыть дверь давай давай так вот то что у нас не что-то было поэтому они обнялись если бы не было то не обнялись вот такая вот интересная механика мисс Карпер да я следователь Тайлер Майлс из полиции Нью-Йорка я расследую дело Лукаса Кейна по нашим данным вы были любовниками это правда были да правда но мы разошлись мы расстались около месяца назад последнее время мистер Кейн не пытался с вами связаться позавчера я ходила к нему домой чтобы забрать свои вещи мы почти не разговаривали с тех пор я о нем ничего не слышала вы не против если я осмотрюсь на самом деле эй я всего на минуту давайте так ну ладно Тайлер блин вот фиг знает найдет он нас или нет потому что я действительно не помню ой 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 где он будет искать и где нет но то что под кровать то он залезет это точно решили сделать ремонт да состояние квартиры было не очень так что я решила ей заняться на это нужно много времени и со своей работой я не успеваю а кем вы работаете я медсестра работаю в больнице святого Иоанна да в шкаф было интересное интересный вариант спрятаться вот если бы я разбил кирпичом окно он бы на это обратил внимание кстати так в общем удачно я спрятался я думаю прям ищейка посмотрел ой так нам можно было еще и в ванну спрятаться спасибо за сотрудничество мисс если кейн попытается с вами связаться сразу же позвоните вот моя визитка шикардос будьте осторожны мисс кейн очень опасен да ладно вам этот ученый из телепрограммы был моей последней надеждой не знаю как племя майя связаны с тем что со мной случилось но тогда я был готов выслушать любое объяснение которое придало бы хоть какой-то смысл тому кошмару в который превратилась моя жизнь здравствуйте я журналист у меня встреча с профессором курякин профессор вас ждет нормально наглость поперла у него просто терять ему нечего набрался смелости и не боится что его могут узнать молодец здорово профессор профессор курякин да меня зовут джон каннингем мы разговаривали по телефону и я журналист собираю информацию для статьи о религии майя А, да, я вас дал, молодой человек. Напомните, для какого издания вы пишете? Внештатник. На самом деле, я внештатный журналист. Я пишу свои статьи и продаю их тем, кто хочет их опубликовать. Забавно. Ваше лицо кажется мне знакомым. Мы с вами раньше не встречались? Шутить, уклониться. Да, со мной такое часто бывает. Наверное, у меня такое лицо, которое всем кажется знакомым. Ну что ж, давайте. С чего вы хотите начать? Вы можете рассказать мне о Квечни Тлане? Конечно. Пойдёмте, я покажу. Так, ну давай, начинай нас просвещать, что здесь вообще происходит, блин. Так. Вы видите перед собой древнего бога Мая Квечни Тлана, двухголового змея. Одна голова смотрит в этот мир, другая в другой. Оракулы Мая открывали обе его пасти и могли видеть через змея другой мир. Мир за гранью нашего царства богов и мёртвых. Майя верили, что человеческие жертвоприношения позволяют слышать голоса умерших и предвидеть будущее. Так, Оракулы Жепла. Скажите, как проводили обряд жертвоприношения? Пойдёмте, я покажу. Ничё так. На рисунке, который датируется первым веком до нашей эры, изображён обряд жертвоприношения. Огония жертвы должна была быть долгой. Главное, держать пасти змея открытыми как можно дольше. Жертву ударяли ножом три раза. Каждый удар перерезал одну из лёгочных артерий, ведущих прямо к сердцу. Так, Оракул убивает. Жертву убивает не Оракул? О, Оракул ни в коем случае не должен осквернять себя чужой кровью. Поэтому он выбирает посредника. Совершенно случайно, обычного человека. Этот человек становится палачом. Оракул полностью контролирует палача, управляя им на расстоянии. Так, палач, заключение. Жертвоприношение Майя. Вот что это. Вы не журналист, так? Кто же вы? Меня зовут Лукас Кейн. Полиция ищет меня по обвинению в убийстве, которого я не совершал. Но я был палачом. Вы убийца? Я не виновен. Я три раза ударил незнакомого человека, перерезал ему артерии. Всё точно так же, как вы описывали. Не хотите же вы сказать, что в наше время всё ещё живёт Оракул Майя? Это совершенно невозможно. Вы видели этот символ раньше? Это символ Квечнитлана. Палачи вырезали его себе на запястье, прежде чем совершить жертвоприношение. Значит, это правда. Боже мой. В кодексе написано правда. Кодекс? О чём вы, профессор? Вам нельзя здесь оставаться. В газете, которую читает охранник, есть ваша фотография. Он вас точно узнает. Давайте пойдём отсюда, и я вам всё расскажу. Ну ладно, отлично. Мы втёрлись к нему в доверие. Теперь он у нас есть. Союзник. Правда, этот охранник больше похож на Хитмана. Поэтому лучше отсюда валить. Хотя бы я мог посмотреть на экспонаты. Спасибо за помощь, профессор. Так. Ну что ж. Такой ех. Откуда ж вы берёте? Да ладно, чувак, я ж тебя всего лишь оттолкнул. Оп, 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 опа, ганганз. А! Нифига себе. Так, ладно. Чёрт. Так. Держись, держись. Блин. Ну теперь они и машинами управляют. Не удивлюсь, если за рулём никого нету. Эх, так. Вот, серьёзно это всё? Опа! Аэм, супермен. Хе-хе. Так, 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 так. Так, так. Блин, даже сколько. Там все машины сейчас с парковки к нам полетят. Прямо как в квартире, когда был шторм у Лука. Государь. У-у-у-у! Ну всё. Давай ещё и пафосная походка. Иди за спиной. Взрыв должен быть просто. Фау. профессор в кодексе говорится о приходе ребенка пророка ответа на все вопросы жизни убивает чтобы найти дитя помер просто его просто толкнул ему блин аймут супермен окей даже что ж на этом эту часть прохождения закончу да а с вами был ли он и дальше интереснее всем тортик